Привет, друзья! Второй выпуск новой рубрики на моем канале видео-ответ и он касается камеры GoPro. На мой обзор этой камеры GoPro Hero 4 Black поступил такой вопрос. Если мне нужно снимать, к примеру, человека или какой-то конкретный объект, как же я могу его снимать, если я не вижу, что я снимаю, нет у этой камеры экранчика? Ответ на этот вопрос очень прост. Во-первых, вы можете купить камеру с экранчиком. Это GoPro Hero 4 Steelware. Она идет со встроенным экраном. Второй вариант это докупить к этой камере GoPro Hero 4 Black экран, который цепляется на заднюю панель и вы будете все видеть, что камера снимает на этом экране. Третья возможность, если вы не хотите тратить дополнительные деньги, использовать ваш смартфон или планшет. Это может быть смартфон или планшет на Android или на iOS, то есть iPhone или iPad. Вы можете подключиться к Wi-Fi сети, которую создает камера. И таким образом, с помощью специальной программы, вы будете видеть на смартфоне или на планшете то, что в этот момент видит камера. Вот такие вот возможности заменить те функции, которые выполнял бы встроенный экран в камеру, есть у этой камеры. Ну и еще о чем нужно помнить, это о том, что угол обзора этой камеры очень широкий. И вам достаточно эту камеру навести в ту сторону, где находится объект, и он 100% попадет в кадр, поскольку угол обзора действительно очень широкий. Но если вы все-таки собираетесь снимать людей, эта камера не очень приспособлена именно к такой съемке, к съемке людей, портретов, поскольку она дает во многих режимах съемки эффект рыбьего глаза. И при съемке людей это не очень хорошо. Для съемки людей выбирайте режим Narrow, это узкий угол обзора, но эффект рыбьего глаза все равно немножко присутствует, но его практически незаметно. Итак, еще раз, вы можете купить модификацию Silver, в которой встроенный экран, можете докупить дополнительный экран к камере GoPro Hero 4 Black, можете использовать ваш телефон или планшет в качестве экрана, дистанционного экрана. Это очень удобно, к примеру, когда вы снимаете себя, вы можете экран поставить так, чтобы вы видели себя, видели то, что снимает сейчас камера. И третье, о чем нужно помнить, это о широком угле обзора камеры и о том, что вам достаточно просто повернуть камеру к объекту съемки и он, скорее всего, попадет в кадр. Лично я снимаю этой камерой двумя способами. Первый способ это вслепую, если я снимаю какие-то ландшафты, объекты, горы, строения или даже других людей. После пары съемок у вас не возникает уже вопроса, что попадает в кадр, а что нет. И второй вариант, я использую свой телефон или свой планшет в качестве экрана, когда я снимаю свои ролики, то есть я снимаю себя. И мне удобно видеть, попадаю ли я в кадр и что еще попадает в кадр вместе со мной. И таким образом мне гораздо удобнее, чем любой бытовой камерой пользоваться именно GoPro за счет возможности использовать дистанционный экран на iPad или на iPhone. Если видео показалось вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!